В июне 2010 года я переехала в новый дом. Это дом для пожилых, в нём живут люди от 55 лет и старше. Дом построен в виде буквы Г с одинаковыми сторонами, одна из которых выходит на запад, а другая на север. Вот эта часть дома выходит на север. Под красным навесом это центральный вход. Одним из больших преимуществ этого дома является то, что он прямо на автобусной остановке. То есть сколько бы я сумок не набрала, автобус всегда подвезёт меня под самый дом. 36-я авеню. Это название улицы, которую я указываю в адресе. Под углом к ней идёт Мейн-стрит. И здесь видно стеклянная автобусная остановка. Именно сюда привозит меня автобус, когда я приезжаю из магазина с покупками. Моя квартира находится в той части дома, которая выходит на Мейн-стрит. Таким образом, все мои окна смотрят на запад. У меня большое патио 7 квадратных метров. Это как балкон, только без одной стенки. И я могу заходить в свою квартиру прямо с улицы, поскольку она на первом этаже. Вот сейчас я снимаю со своего патио. И в правом дальнем углу вам видно стеклянную остановку. То есть, когда я приезжаю из магазина, то мне каких-то 20 шагов нужно сделать, чтобы дойти до квартиры. И я не иду через главный вход, а прямо через патио. Судя по названию, Мейн-стрит – это одна из главных улиц города. Но эта улица очень длинная. Она начинается в южной части города возле реки Фрезер и идет далеко к Океанскому заливу. Поэтому от меня до центра города нужно ехать на автобусе примерно 15-20 минут. Через дорогу от этой остановки, вон сейчас видите, троллейбус подошел, есть остановка в другую сторону. На этом троллейбусе я езжу на занятия в мой любимый Apple Store. Сейчас я стою на своей остановке, чтобы ехать в центр, а значит и к метро. И видно горы. Горы всегда на севере. Поэтому в Ванкувере нельзя заблудиться, если знаешь такое простое правило. Горы всегда на севере. Теперь я перешла на противоположную сторону улицы, чтобы мне ехать на юг. Но все равно, стоя на этой остановке, я вижу горы, которые на севере. Только сегодня они все в облаках. Если пойти дальше по Мейнстрит, мимо моего патио, то мы дойдем до другого конца дома, который уже будет находиться на 37-й авеню. Обхожу торец дома и попадаю во двор нашего дома. Вот сейчас я стою на 37-й улице, и мне видно северную часть дома. А теперь я стою в самом углу двора, в самой дальней точке, и видно, что дом действительно в форме буквы Г. Правая сторона на север, левая сторона на запад смотрит. Внизу на первом этаже находятся гаражи слева и справа. Вот снимаю гаражи поближе. Так они выглядят с улицы с левой стороны дома. И в них жильцы могут держать свои машины, заплатив 154 доллара в год. Зато под крышей никто не украдет. А здесь видно гаражи в правой части дома, то есть в северной. Вот теперь мы обошли вокруг дома. Теперь я вас приглашаю вовнутрь войти. И начнем мы, конечно, с главного входа. Сейчас я стою в вестибюле спиной к входной двери и вижу прямо перед собой диван. Справа от него дверь, которая ведет на лестницу. А слева от дивана маленький столик. На этот столик люди кладут все, что им не нужно. Так мы обмениваемся вещами и продуктами. Слева от входа почтовые ящики. Сюда почтальон приносит почту. Вот эта дырка посередине, это если кому-то принесли ненужные журналы или всякую рекламу, мы можем бросать их прямо в эту дырку и не тащить к себе домой. А на этом снимке мой сын Юрик показывает номер моей квартиры 107-я. Значит, это мой персональный ящик. На той же стене, где почтовые ящики, есть дверь. Это вход в левый коридор здания. Вот сейчас я открыла дверь и снимаю вам. Так выглядит, можно сказать, подъезд. И там в глубине даже видна какая-то фигура. Кто-то пришел домой. По правую сторону видно две двери. Это лифты. По канадским законам положено, если в доме три этажа, должен выйти лифт. В нашем доме как раз три этажа. И вы видите, здесь такая черная коробочка на стенке. Это для почты, которая адресована не вам, но положили в ваш ящик. Почтальон потом отсюда заберет. Вот. Это я для интереса сняла, как выглядит лифт изнутри. Ничего особенного. Чистота мне нравится. Если пройти мимо лифтов, то выйдешь к двери, которая ведет на лестницу. Значит, если у кого-то есть желание поупражняться, можно по лестнице походить взад и вперед. Но меня устраивает мой первый этаж. Я поворачиваю направо после лифтов, и здесь идет дверь в мою часть здания, то есть в ту часть, которая выходит на запад. Вот так выглядит подъезд с моей стороны дома. на первом этаже дома находится много служебных помещений. Вот это, например, комната, где содержится все для уборки. Пылесосы, всякие мыющие средства и тому подобное на ерунда. Эта комната называется комната для электрика. То есть, когда приходят проверять электричество или чинить, то не нужно им ходить по квартирам, они все делают из этой комнаты. Здесь же на первом этаже живет и комендант, будем его называть так, нашего дома. и он следит за тем, чтобы в доме было все в порядке, делает уборку в доме и на улице и вызывает всякие специальные службы, если работа такая, с которой он сам справится не в состоянии, а нужен специалист. 114 это номер его квартиры. А в этой комнате, как вы сами можете судить по названию, работают телевизионные мастера или телефонные мастера, а также, если что-то связано с пожарной безопасностью. Квартира коменданта была на левой стороне коридора, а моя на правой. Напоминает, как комнаты в общежитии, только с той разницей, что за дверью не комнаты, а целые квартиры. И вы видите номер моей квартиры 107. Вот эта открытая дверь ведет во вторую часть подъезда. И она используется для того, чтобы в случае пожара сразу пресечь пожар в одной хотя бы части коридора. Дальше продолжается подъезд, а если свернуть прямо налево от этой комнаты, то мы попадаем к двери, которая называется мусор. мусор. И это означает, что он от меня буквально в двух шагах, потому что я снимаю стоя возле своей квартиры. Открываем дверь, на которой написано мусор, и попадаем в такой предбанечек, в котором тоже две двери. Дверь слева ведет гаражи, а дверь справа ведет непосредственно в мусорную комнату. То есть мне, чтобы выносить мусор, мне не нужно ни одеваться, ни обуваться. Откроем дверь гараж и посмотрим, что здесь. Вот так он выглядит. Как видите, машин у людей немного, потому что не столько дорого стоит оплата гаража, как бензин. Не каждый пенсионер в состоянии себе позволить. Теперь смотрим мусорную комнату. Красный ящик это для обычного мусора, и сверху над ним мусоропровод, куда бросают с других этажей, а слева ящики для переработки. В один из них кладут газеты, в другой просто бумагу, а в третий контейнеры стеклянные и пластиковые. Я выехала на лифте на второй этаж. Слева от меня это офис нашего коменданта, в котором он никогда не бывает. И вообще, если сравнивать с другими комендантами, во скольких домах мы жили, этот на удивление ленивый и неповоротливый. Справа то, что мы назвали бы красный уголок. В этой комнате проходят собрания и различные маленькие сабантуи, как-то на Рождество или еще какой-то другой праздник люди собираются, а также здесь играют по вечерам в лото. В доме есть своя прачечная, она находится тоже на втором этаже. Я сейчас стою между двумя рядами машин. слева машины стиральные пять и справа машины сушильные пять. И цены здесь у нас вдвое меньше, чем в общественных прачечных. Теперь, если я стою там, где я сейчас стою на снимке, то я вижу, что у входа. Раковина, столик, если кто-то хочет сидеть и ждать, пока постираются. Я всегда оставляю белье, иду дома, смотрю телевизор. Никто ничего не крадет. Рядом с прачечной находится комната для рукоделия. Я рукоделием не занимаюсь, поэтому не знаю, насколько она функциональна, ходит туда кто-нибудь или нет. Но комната есть. На третьем этаже здания, прямо над офисом коменданта, то есть эти окна выходят на север. Есть так называемая комната для гостей. В этой комнате может сидеть любой, как две соседки могут сидеть и болтать. Или если по какой-то причине вы не хотите заводить своих гостей в свою квартиру, вы можете их привезти в эту комнату. Она очень приятная, светлая и чистая. И посидеть, поговорить в этой комнате. Я ею не пользуюсь. из-за больших деревьев плохо видно фейерверк, когда он бывает. Тогда я прихожу в эту комнату и смотрю с этого балкона. Кое-что видно, но все равно недостаточно хорошо. Надо идти в центр. Опять же, для интереса поснимало, что люди вешают на двери своих квартир. вот посмотрите, кто во что гораст, ничего не запрещается. Самое интересное для меня это то, как квартиры пронумерованы. Оказывается, все те квартиры, которые находятся на первом этаже, первая цифра это номер этажа 108, значит, это квартира 8 на первом этаже. Если номер квартиры начинается с двойки, то это значит, что квартира находится на втором этаже. Вот здесь вы видите квартира 202, значит, квартира вторая на втором этаже. Так просто и так по-умному, особенно в высотных домах, когда у нас мы всегда вычисляем, на каком же нам этаже выйти в 37 квартиру. А здесь благодаря номеру это делать не приходится, сразу ясно. В нашем доме необычное отопление, ни в одном доме, где мы жили, такого отопления не было, оно между этажами. Это вот был ремонт, так я засняла эти трубы, в них горячая вода, то есть у меня отапливается из потолка, из пола, и в доме нет никаких батарей. Первый же год я посадила много цветов, а соседская патио слева совсем без цветов, то есть моя соседка она цветами не интересуется, хотя ее зовут Лили. Очень интересно. А вот эта часть показывает мое окно и спальни, и под ним тоже немножко моих горшочков с цветами. Потом меня вот эти вазоны комендант заставил убрать, сказал, что они мешают косить газон. Ну, я убрала, теперь они стоят у меня внутри на патио. Ну, и последний снимок моего слайд-шоу показывает День Канады, который всегда бывает 1 июля. И я его праздную, потому что эта страна делала для меня много хорошего. Игорь Негода,